Очевидцы посоветовали писать художественные рассказы водителю Лачетти, который устроил ДТП на Октябрьском проспекте. Лихач оказался мастером сочинять байки. Сначала он заявил инспекторам, что машины не управлял, затем сознался, что он виновник, но выпил якобы уже после аварии. Какой из его рассказов больше похож на правду в следующем материале. Так, мужики, давайте по-честному. По-честному давай. Я в душе ебаный. Кому принадлежит эта машина? Водитель Андрей мастер импровизации. По словам мужчины, он пешеход и после ДТП помогал водителю выбраться из машины. А где пострадавцы-то? Я хрен не узнаю, я хрен не убежал. А что у тебя ключи-то? Почему? Три, тим, четыре, я в кармане. Так они в замке остались. Задержанный первое время называл не свои имя и дату рождения. Андрей Александрович. При съемке доводы Андрея оказались еще более невероятными. Как произошло? Как видели? Просто увидел, да и все. По словам мужчины, он сидел на лавочке у завода и пил пиво. Правда, лавочки там не нашлось. Извиняюсь, пиво, пиво, вон, пиво, вон. Сидели в машине, пиво пили, да? Да не пиво, 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 пиво. А, на лавочке, да? Да. Если верить рассказчику, он запомнил лишь некоторые из примет ушедшего водителя. Мне там по 40. 40. Высокий? Ну, да. Телосложение худощавое, полное. Не помню. Не помню. Андрей забыл об одной очень компрометирующей его детали. На лице от удара подушки безопасности у него остался кровавый след. Позднее в ГИБДД мужчина признался, ехал все-таки он. Однако выпил лишь после аварии. Так сказать, с горя. За это и еще за вождение в статусе лишенника на него составили протоколы. Андрею грозит административный арест и штраф в размере 30 тысяч рублей. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. КОНЕЦ